Библейский портал экзегет.ру представляет Мир вам, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы сегодня вместе с вами читаем 7 главу Евангелия от Луки. Это повествование уже после того, как Спаситель свое удивительное учение про заповеди блажеств, про то, как относиться к ближнему, любить, прощать, через терпение, через смирение шествовать к духовному совершенству. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. Капернаум – это город Христов, как считалось в то время, хотя город, конечно, тоже не до конца его принимал, но он очень часто там бывал и часто проповедовал. «У одного сотника слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». Вот упоминается сотник. Здесь сразу вспомним, что сотник – это представитель римской власти. То есть, в данном случае, фактически, мы видим, что именно язычник, со стороны язычников появляется человек, который вдруг расположен ко Христу. Но это сотник непростой. Сказано, что у него слуга, которым он дорожил. То есть, значит, в этом сотнике душа была совершенно особая, не черствая, не жестокая. Он дорожил своим слугой. Вообще, людям начальствующим, особенно тем, которые командовали вот такими вот сотнями, а им мягкость особенная, она никак не сопутствовала. То есть, нужно очень жестко давать распоряжение, ни на какие там слезы не обращать внимания. И получается, что вот этот человек, этот сотник, он как бы немножко выделялся из среды римских легионеров. Потому что душа у него была чуткая, сострадательная. Он дорожил своим слугой. Тот болен при смерти. И получается, что сотник просит не о себе, а о слуге своем. Но при этом сотник прекрасно понимает, что согласно иудейским законам, как бы он не может напрямую соприкасаться, как ему казалось, не может он соприкасаться с таким учителем. Ведь он же язычник, как бы он за гранью, за чертой культуры этого народа. И он поэтому посылает иудейских старейшин просить Христа, чтобы он пришел исцелить слугу его. Здесь вот опять-таки, что приоткрывается? Оказывается, иудейские старейшины тоже расположены к этому сотнику, чего заслужить было очень и очень трудно. Но чуть дальше станет понятно, почему они были расположены. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». То есть вот, оказывается, еще новое открывается, что этот сотник, он построил даже синагогу. Кстати, вот были археологические находки и откопали на месте, где был Капернаум, древнюю синагогу, точнее вот остатки этой синагоги. Там мозаичный пол. И, в общем, есть предположение, что это именно та самая синагога, которую построил вот этот сотник. Значит, он не был язычником уже по своему вероисповеданию. То есть он верил не в каких-то там богов, там Юпитера, Марса, Венеру и прочих. А он уже к единому богу стремится. Иначе не стал бы он синагогу, да, как место, где молились богу единому, а не богам. И сказано, что он любит народ наш. То есть у него какое-то вот расположение к богоизбранному народу. Вероятно, он тоже читал закон, может быть, пророков тоже из Ветхого Завета. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник присылал к нему друзей, сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему сделает то и делает. А вот это вообще удивительно, что у сотника настолько вот смирение присутствует в душе, что он считает, что он не достоин принять самого Господа. И он уже верит, что Спаситель одним словом может исцелить его слугу. И он говорит, что вот я там своим слугам даю распоряжение, они тотчас же исполняют. И получается, что он признает, что Спаситель, Господь наш Иисус Христос, он является владыкой и над стихиями мира земного, и над нашими недугами, да, то есть у Христа божественная власть. И вот это вот сотник признает, и поэтому говорит, ты только скажи слово, и выздоровеет слуга мой. «Услышав сие, Иисус удивился ему». А вот это уникальное место, когда сказано про удивление Иисуса Христа. Это нечасто. Вот он удивился. Вот есть еще другое место, когда Спаситель удивляется неверию народа, иудейского народа, а здесь, наоборот, он удивляется вере вот этого языческого сотника. И, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказывай вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». То есть, действительно, Спаситель одним своим словом, ну, даже здесь и не упоминается слово, а просто своим произволением исцеляет слугу этого сотника, и так вот и находит те, которые с ним общались. Тут, конечно, есть вот это вот место, оно перекликается с повествованием Матфея. Но у Матфея сказано, что сотник сам лично вышел. И толковательнее объясняет так, что, вероятно, вначале он посылал иудейских старейшин, потом своих друзей, когда он недалеко от дома. А так как Спаситель уже, и Спаситель все это говорил, и тем, и другим, то вот уже у самого дома он лично выходил, сотник. Но как бы там ни было, как бы в каких бы разновидностях это ни передавалось, здесь явно одно, что Спаситель, вот по одной только вере вот этого сотника, он исцеляет одним своим произволением, даже не прикасаясь и не заходя в этот дом, исцеляет слугу этого капернаумского сотника. После всего Иисус пошел в город, называемый Наин. Это город, располагавшийся недалеко от Назарета. Сейчас это простая какая-то незначительная деревушка. В то время, ну, тоже не очень большой был город, но все-таки город. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». И вот мы видим очень такую драматичную ситуацию, когда идет похоронная процессия. И таким образом, как бы здесь вот встреча двух процессий. это процессия жизни, то есть Господь и есть воплотившаяся жизнь, Он идет с Ним, ученики Его, Он подходит к воротам. А из ворота – процессия смерти, вот как бы встреча жизни и смерти. И там тоже шествуют люди, которые плачут из-за торжества смерти. И понятно, к чему все это, какой развязки это движется, потому что смерть не может устоять перед жизнью. Но на что мне хочется указать? Вот Господь, Он появляется вовремя. Понимаете, если бы Он пришел на час раньше или бы на час позже, то они бы разминулись. И все, вот эти две процессии не встретились бы, и никакого воскрешения бы не состоялось. Но Спаситель появляется именно в тот момент, когда выносит умершего, единственного сына у вдовы, вот этой у женщины, раздираемой горем. То есть у Бога все вовремя. Если нужно, то Господь встретит тебя именно тогда, когда нужно даже воскресить. И воскрешение, кстати, и в наши дни тоже совершается. Вот в Греции, там мало кто знает, есть один такой монастырь, где почитаемые иконы Божьей Матери. И туда практически нет паломников. И там было уже в наши дни такое чудо, когда женщина прибегает с своим маленьким сыном, захлебнувшимся. Там рядом море захлебнулся, и вот она прибегает, плачет. А игумен, он тоже растерялся, как он, никакими чудодейственными свойствами не обладает. И он взял вот ребенка и понес к иконе Божьей Матери, вот положил перед иконой, просто на коленях молился. И ребенок неожиданно-то ожил, воскрес. И отдал он этого ребенка матери его. Да, то есть иногда такие чудеса совершаются в наши дни, потому что вот если нужно, то Господь тебя вовремя встретит и вовремя убережет от чего-то, вовремя исцелит или даже воскресит. И это бывает, когда нужно. То есть есть промысл Божий, который это учитывает. И вот в данном случае Господь так и устраивает эту встречу, что вот они встретились. И вот, повторим, это был юноша, который единственный у матери, а она была вдова. То есть здесь сугубое горе. Это вот надо понимать, что она утратила мужа, это уже просто вот нестерпимое горе. А тут и сын единственный умер. Все, это окончательное горе. И дело даже не в том, что ей пропитание там неоткуда получить, потому что женщине в то время трудно было зарабатывать средства, брали только в основном мужчин. Ну, в принципе, женщины тоже могли трудиться, меньше им платили. Но дело не в этом, а в том, что она потеряла самых родных, самых дорогих, самых близких, как бы часть самой себя. И вот это безутешное горе раздирают ее душу. Она плачет. И оказывается, что Господь, Он чувствует эту вот человеческую скорбь, увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь. То есть сердце Господа чувствует каждое такое человеческое горе. Спаситель сострадает, и Он не произносит каких-то многоречивых речей, Он просто говорит, не плачь. Но, видимо, вот это слово, это простое слово, не плачь, оно наполнялось вот такой интонацией, таким духом, что это вот совершенно что-то особенное. «И подойдя, прикоснулся к кадру, несшие остановились». То есть одра, ну, это как бы носилки, на которых выносили тело почившего, спеленованное, чтобы положить гробницы, то есть пещера, которое высекали в утесах в горной породе. И вот Он останавливает, прикоснувшись к кадру. «И Он сказал, юноша, тебе говорю, встань». Вот это вот и есть то слово жизни, которое вызывает, хоть из небытия вызовет несуществующих, ведь как всемогущий Бог, как Сын Божий, Господь Иисус Христос, как Бог, Он участвовал в творении мира, то есть Он из небытия возвал весь мир к бытию. И теперь Он из мертвых вызывает вот этого почившего юношу. Простым словом, тебе говорю, встань, мертвый поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И что мы здесь видим? То, что, конечно, бывали воскрешения и в Ветхом Завете, но тогда что мы видим? Скажем, пророк Илья, или пророк Елисей, они усиленно молились, они употребляли какие-то средства. То есть это давалось непросто. А здесь Спаситель, который сопровождаем был другими людьми, он даже не уединяется для молитвы, то есть ему не требуется особого состояния для молитвенного сосредоточения, потому что Он Сам и есть, Господь, в руках Которого жизнь и смерть. И поэтому Он действует, как владыка над жизнью и смертью, и говорит, тебе, говорю, юноша, встань. И мертвый тут же оживает, поднявшись, сел и стал говорить. Причем здесь не написано, что именно Он стал говорить, рассказывал ли Он про то, что Он увидел. Ну, а, собственно, что Он мог увидеть, кроме нисхождения в Адово темнице, ведь люди до Христовой крестной жертвы туда сходили. Но, в общем-то, может быть, Он еще и не зашел в Адово темнице. Почему? Потому что все-таки, как свидетельствует такой вот исторический опыт, до третьего дня душа находится близ с телом. Но здесь сказано, что Он стал говорить. Почему так? Потому что это вот некий признак жизни. Человек – это существо словесное. И поэтому жизнь человека, она особенно проявляется в каком-то осмысленном, здравом слове, которое произносит человек. То есть, он не лежит в коме, то есть, тот, который в коме, в некой преддверии смерти, а может быть, уже клинической смерти, он ничего не говорит. А здесь он поднялся, он сел, и он начинает говорить, то есть, он уже действует и проявляет себя, как реальный живой человек. И отдал его Иисус матери. То есть, вот самое дорогое, что ты потеряла, возвращается к тебе. Возьми. И, ну, конечно, благодарности матери предела нет. Про это уже не написано. А написано, что «И всех объял страх». Ну, понятно, если мертвый вдруг перед вами подымется и начнет говорить. Конечно же, страх всех объемет. «И славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. То есть, прославляли Бога, говорили, что «великий пророк». То есть, читали, что спаситель – это только пророк, и что, видимо, действительно мессия, через которого Бог посетил свой народ. Вот это мнение распространяется, но еще мало кто прозревает в нем самого Бога, воплотившегося и родившегося, как человека, живущего посреди людей. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том». То есть, присутствовали также ученики Иоанна Крестителя. И, насколько мы можем заключить, Иоанн находился уже в темнице. Ученики посещали Иоанна и в то же время видели, что совершает Христос. Вот они рассказывают. У учеников Иоанна были сомнения. Не все сразу стали учениками Христа, как это мы можем заключить. И даже после воскресения Христова, после Дня Пятидесятницы, еще некоторые были последователи Иоанна, которые сами по себе ходили, проповедовали, говорили о покаянии, о приближении Царства Божьего. Вот упоминается Аполлос, в частности, который благодаря Акиле и Прискиле обратился ко Христу. Да, то есть они уточнили учение о Царстве Божьем и он принял Христа. То есть вот были разные последователи, по-разному они реагировали. Иоанн, призывав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И вот кажется, что как бы сам Иоанн как будто сомневается. Но как мог сомневаться тот, кто видел Духа Святого как голубь, сходящего на Христа, который самому Христу говорил, мне надо накреститься, тебе, ты ли приходишь ко мне? То есть он понимал, что как раз Христа-то крестить ему и не нужно, потому что у Христа нет грехов, вот всех других. И сам Иоанн нуждается как человек, имеющий греховную природу по наследию отпадшего Адама. И как он мог сомневаться, если он говорил ученикам Иоанну и Петру, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, поэтому он говорит это не ради себя, а как бы от своего лица. Вот вы спросите, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, который должен прийти, или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится, а мне. То есть, ну, на самом деле, здесь он фактически цитирует пророка Исаию и подтверждает это самым делом, Спаситель, что на нем исполняется пророчество Исаии, а Исаия, как ветхозаветный евангелист, в очень ярких красках свидетельствовал о делах Христовых, и вот эти дела совершаются, и слепые прозревают, глухие слышат, прокаженные очищают, мертвые, значит, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, а нищие, ну, и сами вот эти рыбаки, они начинают благовествовать. Поэтому блажен, кто не соблазнится о Христе, то есть, примет его именно как долгожданного Мессию. И тут вот еще может возникнуть вопрос, а тогда почему же сам Иоанн, Креститель, не ходил за Христом? А дело в том, что Иисус не требовал, чтобы во время его общественной проповеди все непременно ходили за ним как бы огромной такой вот толпой, всем скопом собравшись, вот ходили туда-сюда. Вот часто, когда он исцелял, допустим, исцеленный просил там или освободившийся от духов злых, вот можно я за тобой буду ходить? Он говорит, нет, ты иди проповедуй родным и близким, что сотворил тебе Бог. Да, кому-то наоборот говорил, пока вот не рассказывай об этом, но кому-то он не разрешал за собой ходить, а говорил, чтобы он проповедовал. И таким образом, вот чисто внешне Спаситель не требовал, чтобы все за ним ходили. А вот по внутреннему духу и расположению, то тут, да, уже начиналось изменение сердец человеческих. И вот Иоанн, это ближайший по духу, который и был расположен ко Христу. Ну и потом, как бы он ходил, если он уже находился в темнице? Это же там очень мало времени было. Три с половиной года проповеди Христа, достаточно быстро Иоанна заключили в темницу, его оттуда не выпускали, какое-то время придерживал царь Антипа, а потом его вовсе повелело его казнить, поэтому и вопрос-то это был, когда он уже в темнице. И поэтому тут все понятно. И вот по отшествии же, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне, вот чтобы как раз не смущались насчет Иоанна Крестителя. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемая? Ну то есть, что он то так, то это. Как будто он исповедовал Христа и потом засомневался. Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающийся пышный и роскошно живущий, находится при дворах царских? То есть, вы же ходили не ради какого-то внешнего эффекта, чтобы увидеть еще очередную знаменитость, вот как и сейчас появляются где-нибудь на телеканалах какие-то знаменитости, которые тоже пышно одеваются, меняют свой имидж и про них все читают, там смотрят, отслеживают их путь. Нет, подлинная святость она не в том. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, отвечает Спаситель, и больше пророка. То есть, он пророк и даже больше, чем пророк. А почему больше? Да потому что все пророки говорили о том, что будет впоследствии, вот они предвещали, что придет Христос, что он будет, что он родится от Девы, что он в Иерусалим торжественно вступит на оследы и прочее, прочее. Вот они говорили о том, что будет. А Иоанн не просто пророк, который о будущем, а который узрел вот это вот свершившееся будущее, которое свершилось в настоящем. Он прикоснулся к самому Христу, как бы ощутительно, засвидетельствовав исполнение древних пророчеств. «Се есть, о котором написано, вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который уготовит путь твой пред тобою». Если не ошибаюсь, это пророк Малахия утверждал, где Иоанн называется ангелом. На некоторых иконах святой Иоанн Креститель изображается с крыльями, как бы как раз уподобляясь ангелам, потому что он вел равноангельную жизнь. Это во-первых. Во-вторых, потому что служение его было ангельское. Ангел это кто? Это вестник. Переводится так ангелос с греческого «вестник», «вестник воли Божией». Иоанн и выступил как вестник, как ангел воли Божией. И для ангелов, в-третьих, для ангелов нет иного цели в жизни, кроме как всецелое служение Богу. Не каким-то своекорыстным пожеланием, не сиюминутным каким-то земным целем, а всецелое служение Богу. И то же самое для Иоанна, крестителя и претечи, как для ангела, для него было главным всецелое служение Богу, возвещение его воли. Поэтому он и назван ангелом. «Ибо говорю вам», продолжает Спаситель, «из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна, крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Вот, кажется, немножко такие мудреные слова, сейчас мы их разберем. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна, крестителя». То есть, действительно, все пророки, которые появились на земле и были рождены женами, они меньше Иоанна, крестителя. Опять-таки, почему? Потому что все они как бы только предвещали о будущем, а здесь непосредственно Иоанн принимает Христа, видит исполнение и встречает его и показывает «Вот он, который берет на себя грех мира, агнец Божий». Если Авраам, да, он только как бы предуказует, когда Исаак спрашивал, когда Исаак ведомый на гору Мария, да, еще не зная, что как бы он будет в жертву, спрашивает «Вот огонь и дрова, а где же агнец?» Авраам говорит «Бог усмотрит себе агнца». И вот эти слова исполняются, когда Иоанн Креститель говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Если Моисей произносил, что «Бог даст вам пророка, вместо меня его слушайте», это тоже исполняется в лице Иоанна Крестителя, который указует непосредственно на Христа. То есть Иоанн действительно больше. Это последняя печать и конец светхозаветных пророчеств, и он при этом пророк Нового Завета. Но меньше в Царстве Божьем больше его. И вот здесь надо просто вспомнить святоотеческие толкования. И в частности святой Иоанн Златоуст, но я сразу скажу, что здесь три вида толкований. Вот в частности святой Иоанн Златоуст, он так говорит, что здесь Христос говорит про самого себя, как про меньшего в Царстве Божьем, который больше его. Ну, почему Христос называется меньшим? Во-первых, не называется, а он сам себя так называет. То есть по смирению Спаситель именует себя меньшим в Царстве Божьем. Ну, можно объяснить это как, что меньше в отношении, он по смирению называется по отношению к Богу Отцу, допустим, во-вторых, его меньшим считали люди того времени. Спаситель был как человек младше Иоанна Крестителя. Это во-первых. Во-вторых, если Иоанн Креститель соблюдал строгий пост, не ел, не пил, ходил в таких жестких одеждах, то Христа, допустим, приглашали на какие-то праздники, на брак в Кане Галилейской, там еще на какой-то вечере угощали яствами вином, и он не отказывал людям, и поэтому его называли ядцем и винопийцем, то чисто в человеческом таком примитивном, конечно, представлении Христос был меньше по образам своей аскетической жизни, хотя мы понимаем, что Христос не нуждался в этом, как не страдающий ни от каких греховных страстей. То есть аскеза нужна для людей страстных, для бесстрастного, для свободного от греховных страстей, аскеза уже не нужна, но таков только Христос, к нам это не относится. И вот по образу представления людей он был меньшим, и вот меньше в Царстве Божьем больше Иоанна, оказывается так, что он больше Иоанна Крестителя. То есть Иоанн Золотоуст относится к самому Христу и также ряд других. Ну, некоторые толкователи, они как объясняют, что здесь речь идет, может быть, об ангелах, что да, вот кто был в тот момент в Царстве Божьем? Только ангелы Божьи, которые бесплотны и которые не причастны никакому первородному греху, а Иоанн Креститель, Иоанн Креститель, он все-таки был причастен первородному греху, да, он больше всех пророков, но меньше в Царстве Божьем, ведь там же ангельская иерархия девять чиновных, но даже самый низший чин ангельской иерархии, он все равно больше святого Иоанна Крестителя, как непричастный никакой греховной порче. И в этом смысле люди всегда ниже ангелов. Это второй вид толкования. А третий вид толкования, что речь вообще идет на самом деле о христианах. Кажется, Илари Пиктовийский об этом говорил, ну и ряд других святых отцов, они говорили так, что ведь что такое Царство Божие, которое придет в силе? А это, собственно говоря, вот Церковь через Дух Святой, который возродил апостол в день Пятидесятницы к вечной жизни все освобождение полное от греховных немощей, и он уже сияет внутри, как божественный огонь, который попаляет всякую немощь, нечистоту, и апостолы, которые казались как бы меньшими, они становятся больше в Царстве Божьем, нежели Иоанн Креститель, потому что Иоанн Креститель не сподобился собственно новозаветного таинства крещения, он все-таки представитель больше в этом смысле ветхозаветного еще образа жизни, и он жил до Пятидесятницы, а вот те, которые сподобились даров Пятидесятницы, сошествия Святого Духа, изнутри возродившего учеников, они оказываются выше, ибо благодать Нового Завета выше благодати Ветхого Завета, в этом смысле, что да, Иоанн Креститель больше всех пророков, но вот те, кто сподобились новозаветной благодати, хоть они и меньшие в Царстве Божьем, они все равно больше Его, да, поэтому у нас и преподобный Серафим Саровский сияет, да, вот светом, и преподобный Симон Новый Богослов, и Сергий Радонежский, такие вот святыецы, как Исаак Сирин, которые свидетельствуют об обожине, и они дают вот такие творения святоотеческие, которые, ну, просто вот раскрывают глубины обожине, божественной жизни, жизни во Христе, святые Иоанны Кронштадтские и другие, то есть, вот это вот третий вид толкования, а может быть, все их и можно совместить, и ангелов, и новозаветной святость, которая превосходит святость Ветхого Завета, и, конечно же, сам Христос, который считался меньшим, но оказывается большим, Иоанна Крестителя, наверное, все это можно совместить. И дальше Спаситель продолжает, «И весь народ, слушавший Его, то есть, Иоанна Крестителя, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанна». То есть, они, те, которые мытари, простые люди, крестившись крещением, они воздали славу Богу, то есть, они совершили верный шаг, и Спаситель говорит, что Иоанн Креститель это не колеблющаяся трость, и он действительно больше всех пророков, и приготовляет путь, как сказать, твой пред тобою, то есть, путь Христов пред ним приготовляет, и люди, принявшие Его, они прославили Бога своим правильным выбором, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. То есть, те, которые не слушались Иоанна Крестителя, они согрешили, согрешили против воли Божией. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобны. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга, говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Речь идет о простых детских играх, и когда встречается какой-нибудь вредный ребенок, и вот ему поют, пляшут, а он не подключается к этим веселым играм, он сидит такой недовольный, грустный, тогда ему начинают как бы, ну, он грустный, вот ему уже тогда что-то печальное там поют, а он тоже и это ему не надо, и это ему не надо. И мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. То есть, такая вредность, которая ничего не принимает, ни радостного, ни печального, никогда его пытаются повеселить, никогда ему пытаются сострадать и подключить его к чему-то вот такому грустному, он ничего не хочет. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес, пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам». То есть, приходит Иоанн Креститель, величайшая строгость жизни, не вина, никакой лишней еды, строгий образ жизни, исполнение воли Божьей во всем, и они его не принимают, говорят, что он там какой-то одержимый в своей аскезе, до крайности дошел. А приходит Сын Человеческий, то есть, Христос, который снисходит к людям, участвует в их праздниках, ест и пьет вместе с ними, который принимает мытарей, и они говорят, что это простой какой-то человек, который любит пить, любит есть, который грешников принимает, наверное, сам он такой. То есть, никак не угодишь вот этим с фарисейским образом мысли строптивым созданием. И оправдана премудрость всеми чадами ее. То есть, премудрость оправдывается теми, кто принимает ее. Вот в их лице она оправдывается, а те, которые отвергают эту премудрость, они сами оказываются безумцы. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. Вот это интересный тоже такой момент, Спаситель не чуждается фарисеев. Причем фарисей, конечно, не имеет до конца такого возвышенного представления о Христе, просто рассматривает его как какого-то удивительного проповедника, о котором все говорят, и решил принять, чтобы получше с ним познакомиться, но особого почтения ему не оказывается. И Спаситель и таких не гнушается, все равно он идет и приходит к нему. И сказано, что, войдя в дом фарисея, возлег. То есть, надо понимать, что в то время там, в Святой Земле, вот по восточной традиции, там возлежали во время трапезы. Бывают такие традиции, допустим, если в Корее, в Корее там сидят, ну, там, сложив ноги в позе лотос, там или как, столики очень низкие. У меня вот знакомые корейцы, как-то они угощали. Он действительно, столик очень низкий, такой 10 сантиметров. И все сидят на полу, на ковре, и поначалу трудно, но потом привыкаешь. Это вот такая традиция. А там, в Палестине, там вообще, в этих иудейских краях, там даже лежали. То есть, получалось так, что расстилался, ну, не стол, а даже просто, может быть, скатер какая-то посередине, и вокруг все лежали, вот, чтобы головой и грудью, вот поближе к столу. Видимо, с чем связано? Что жизнь была очень тоже трудная, и люди настолько уставали, что во время трапезы они в том числе и телесно старались отдохнуть. Да, и при этом, наверное, трудно было делать какие-то там столы, стулья. Это не все могли себе позволить. То есть, очень просто вот на полу расстилали что-то и сами ложились. Вот. Такой был образ. Поэтому тайный вечер, она, кстати, совершилась именно так, что возлежали. Никакого стола там, там не было, а просто вот они возлежали вокруг вот этой, ну, как бы скатерть, что ли, как бы мы сказали. Ну, а может быть и был, если стол, то очень невысокий. И вот женщина того города, которая была грешница, вот так сказать, что она была грешница, это значит, что не просто, как все грешники, там, плохое слово сказал, подумал, что это, а что-то конкретное такое, ну, в данном случае блуд. Узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алабастровый сосуд с миром. Вообще, это очень дорого. Мира, благовонное, такое вот масло, ну, не просто масло, там оно варилось, специально изготавливали, с добавлением различных компонентов, там десятки компонентов могли быть в мире. И алабастровый, то есть, очень тонкий такой сосуд из породы специальной, не то чтобы каменная, а такая вот тонкая какая-то порода, из которой выдалбли. Чем тоньше стенка, тем дороже был этот сосуд. И все это стоило очень дорого. И вот, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. То есть, проявляла такую вот высшую степень благоговения, раскаяния, потому что она плакала при этом. То есть, она выражала раскаяние в своих грехах, а к Спасителю относилась как к чему-то священному, как к некой святыне, потому что мира считалось чем-то святым, священным. И только когда погребали еще, конечно, то старались тоже умастить миром, да, но показывая тем, что как бы тоже отношение к захоронению как к чему-то священному. Ну и, конечно, в простой жизни тоже бывало употребляли мира, не все могли это позволить по средствам. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, то есть, он это подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. То есть, ну как бы вот, вроде бы Христос не прозорлив, и он не видит, что за грешница пришла к нему. А Спаситель по своей прозорливости уже видит его мысли, и поэтому что дальше? Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Понятно, что здесь несопоставимые, но в десять раз больше тот, который пятьсот задолжал. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Этот взаимодавец, проявил милосердие. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Ну, понятно, что когда нечего отдать, его тебя прощают, что чем больше долг тебе простился, тем больше у тебя благодарность, что ты этого не ожидал, и в тебе такая радость возникает, что ты просто торжествуешь. А если маленький долг простили, ну, простили, там и ладно. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Это вообще было, конечно, очень неуважительно. Почему? Потому что ходили-то ну, или босиком, да, или в таких как бы сандалиях, и в доме надо было, конечно же, омывать ноги, а тут даже не предложили воды для ног. То есть, некое такое вот неуважение, отношение как, ну, просто к какому-то случайному человеку, которого пригласили в этот дом, чтобы впоследствии уже не приглашать. «А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». То есть, тут некий контраст такой вот отношения ко Христу. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ну, здесь вот надо немножко расшифрать. Понятно, что, как бы, кому мало прощается, тот мало любит. Речь идет именно о том, что человек, он, может быть, и не прозрел в себе больших грехов. Он думал, что у него мало таких грехов, если он и кается пред Богом, и он особо не ждет чего-то большого и не особенно это любит. Вот, а самая-то здесь центральная мысль какая, что вот за то, что она возлюбила много, прощаются грехи ее многие. То есть, вот, это центрально, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. То есть, человеку прощаются грехи тогда, когда в нем именно проявляется вот эта вот любовь к Богу, любовь к ближним, а вот эта вот любовь, она и доставляет нам рану на самом деле. Тот, кто не любит, он особо и не будет каяться. Ну, соблудил, ну и что? А что мне Бог? Я вообще к Богу не имею отношения, ну, а ближний, ну и что? То есть, человек, который жесткий сердцем, у которого никакого сердечного тепла нет, он не проявляет вот этой любви, и поэтому ему не прощается многое. А тот, кто много возлюбил, возлюбил Бога и возлюбил ближних, у него и сердце отогревается, и поэтому за покаяние его ему и прощается многое. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Вот, собственно, это главное во всей этой истории, то, что еще одна спасенная душа, и про нее они написаны в Евангелии. И, возлежавшись с ним, начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощают, то есть, собравшись с фарисеем, да что это такое, как он еще и грехи прощает, а он не пытается их переубеждать, он раскрыл Симону, что видит его помыслы и ответил ему. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. То есть, он обращается не к этим сомневающимся и пересуждающим его, а он обращается именно к женщине, которая много возлюбила и во многом каялась. И говорит, что вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот, хочешь жить с миром сердечным, имей веру и имей покаяние, и, конечно же, имей любовь, ради которой и отпускаются многие грехи. На этом, братья и сестры, мы завершили чтение седьмой главы Евангелия от Луки. Вот, дай Господь нам извлечь правильные духовные уроки, чтобы всецело следовать за Господом Иисусом Христом и открывать Ему глубины своего сердца. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго!